Приветствую на канале Blondichain. Сейчас мы вместе с вами очень быстро разберемся, как создать свое NFT. Поэтому ролик называется «Как создать NFT за 5 минут». Для этого мы будем использовать платформу OpenSea. OpenSea – это первый NFT-маркетплейс, запущенный еще в 2017 году. Пользователи могут создавать свои NFT на OpenSea, предлагать, либо же покупать их для прямой покупки или аукционов. Данная платформа позволяет продавать, покупать и создавать собственные NFT-токены, что мы сегодня вместе с вами и проделаем. Переходим на сайт OpenSea.io и первое, что нам нужно, это подключить свой кошелек. В правом верхнем углу будет отображаться общий баланс вашего кошелька. На главной странице можно увидеть две основные кнопки – это исследовать рынок NFT, либо же создать свою NFT. Про скролли в ниже можем увидеть лучшие коллекции за 7 дней, также тренды во всех категориях, далее описание, что на данной платформе можно создать и продавать свои NFT-шки. Ниже можно исследовать полезные статьи использования данной платформы. Далее идет разделение на категории, видеоролик о OpenSea и ниже – социальные сети. Для того, чтобы создать NFT-шку, нам необходимо зайти в правый верхний угол на вкладочку Create. И давайте разберемся, что мы можем создать в виде невзаимозаменяемого токена. Это может быть картинка, видео, аудио, либо же 3D-модель. В описании ниже конкретизированы форматы, которые поддерживаются для создания NFT. Это шпек, пнг, гифка, mp4, mp3 и так далее. Максимальный размер, допустимый для создания – 100 мегабайт. Ну что, давайте создадим нашу картинку. Я уже подготовила стикер, который я создам в виде NFT. Копируем название и переносим в графу Name. Во вкладке External Link вы можете добавить ссылку на ваше произведение искусства. Это может быть, к примеру, ссылка на сайт, где пользователь, который захочет купить вашу NFT-шку, сможет прочесть более подробную информацию и описание данной работы. Важно заметить, что не обязательно добавлять дополнительную ссылку. Ниже вы можете внести описание вашей NFT-работы. Самое важное – это загрузить картинку, которую вы хотите продать. Во вкладке Collection мы можем выбрать, в какую коллекцию мы будем добавлять энную NFT. Это сделано для продвинутых авторов, которые создают разные NFT-шки под разные коллекции. Далее вы можете настроить индивидуальные характеристики вашей NFT. К примеру, во вкладке Properties вы можете описать черты, которые будут отображать ваш персонаж. Здесь вы можете указать характер, характеристики и пол данного персонажа. Данные свойства будут кликабельны, отображаться под вашим элементом, а также могут быть отфильтрованы на боковой панели коллекции. В вкладке Properties мы можем придумать текстовые характеристики нашего произведения. Это такие своего рода хэштеги, по которым покупатели смогут сортировать и фильтровать NFT. К примеру, можно указать такую характеристику, как цвет волос и указать Blonde. Если пользователь, который хочет купить NFT-шку, в фильтре слева на OpenSea поставит параметр Blonde, то, соответственно, моя NFT-шка высветится ему для показа. Во вкладке Levels можно создавать характеристики, которые будут отображаться в виде индикатора выполнения. Данные уровни будут кликабельны и отображаться под вашей NFT-шкой, а также смогут быть отфильтрованы на боковой панели вашей коллекции. Следующая вкладка называется Stats, и это характеристики, которые отображаются в виде чисел. Например, мы можем указать год, либо же месяц создания этой NFT-шки. Имеется в виду не тот параметр, когда вы только заминтили, а когда нарисовали данную работу. И переходим к самой интересной вкладке, которая называется Unlockable Content. Что переводится как разблокируемый контент. Это самая интересная функция NFT, поскольку информацию, которую вы сюда введете, смогут видеть только те пользователи, которые уже приобрели данную NFT. Такой эксклюзивный контент поможет вам повысить ценность вашей NFT-шки. К примеру, если человек покупает данную NFT, он может получить доступ в какой-то закрытый Telegram-чат. Либо же здесь можно зашить какую-то интересную информацию, добавить эксклюзивную статью, или описать секрет, который будут знать только те люди, которые приобрели NFT. В своей NFT-шке я для примера вставлю ссылку на Link3, где будет доступ ко всем моим медиа-ресурсам. Ниже вам нужно указать, является ли ваша работа сенситив контентом, а это значит, что этот контент для взрослых. И последняя укладка, которая называется Supply, это количество экземпляров нашего невзаимозаменяемого токена. Ниже мы можем выбрать, на каком блокчейне мы хотим создать нашу NFT-шку. И здесь очень важное отличие Ethereum от Polygon, поскольку создание NFT на эфире съест достаточно большую комиссию. Важно обратить ваше внимание, что OpenT не взимает плату за газ. Плата за газ взимается согласно загруженности блокчейна Ethereum на данный момент минта NFT. Это значит, что создание NFT может стоить как 50 долларов, так и доходить до 300 и 400 долларов за минт. Поэтому в данном случае мы сделаем нашу NFT на блокчейне Polygon. И на данном блокчейне мы можем увеличить цеплай наших NFT-шек. К примеру, я поставлю 10 штук. А это значит, что таких одинаковых NFT-картинок создастся 10 экземпляров. Во вкладке Freeze метаданные мы сможем заморозить наши метаданные. Это значит, что они навсегда заблокируются и сохранятся в децентрализованном файловом хранилище. Другими словами, это означает, что ваш предмет всегда будет надежно храниться и никогда не потеряется, либо же не пропадет. Важное примечание, что вы не сможете получить доступ к этой функции, пока не будет создан элемент. Если вы уже создали NFT, вам необходимо перейти в моей коллекции, чтобы получить доступ к элементу, который вы хотите заморозить. Нажимаем на кнопочку Create и запускаем процесс минта нашей NFT. После чего мы можем увидеть радостное сообщение, что мы создали нашу NFT под названием Plenty Chain BTC. Дальше нас перекидывают на страницу нашей коллекции. Здесь мы как создатель можем посмотреть, что у нас находится в золоченном контенте. Сверху мы можем добавить NFT-шку в избранное. Слева посмотреть, что данное NFT содержит золоченный контент. Для того, чтобы просмотреть нашу работу, просто можем нажать на картинку. И следующий шаг, который нам необходимо сделать, это выставить NFT на продажу, нажав на кнопочку Sell. Здесь мы можем выставить сумму, за которую мы хотим продать. К примеру, я ставлю 0,1 эфир. Количество, которое доступно к продаже. А также период времени, когда эта NFT-шка будет продаваться. В описании Reserve for Specific Buyers мы можем указать своего рода white list. Добавить сюда кошельки, которые могут приобрести эту NFT-шку. Если мы внесем энное количество кошельков, то другие пользователи уже не смогут купить нашу NFT. В продаже платформа OpenSea взимает всегда 2,5% комиссии. Дальше нажимаем Complete your listing и подписываем транзакцию кошельком MetaMask. Сначала нам нужно сделать разблокировку нашего криптоактива и после чего подписать сообщение, подтвердив кошельком данную транзакцию. После чего мы можем видеть радостную новость, что мой NFT залищен. А это значит, что теперь эту NFT могут приобрести пользователи, которые заходят на OpenSea. Нажимаем кнопочку отредактировать элемент и находим раздел заморозить метаданные. Включаем функцию, нажав на переключатель. Но перед тем, как нажать кнопочку Freeze, убедитесь, что ваш контент именно такой, каким он должен быть. Поскольку после блокировки ваш контент нельзя будет отредактировать, либо удалить, поскольку он постоянно будет храниться в децентрализованном хранилище файлов. Нажимаем кнопочку Freeze. После того, как убедились, что все верно, ставим галочку и нажимаем подтвердить транзакцию в MetaMask. Завершаем процесс заморозки именно подписью кошельком. После чего мы можем видеть зеленую галочку, что наши данные успешно заморозились. И ниже указан хэш транзакции, по которой мы можем перейти и посмотреть, сколько комиссии съела данная процедура. Но поскольку на полигоне все транзакции достаточно бюджетные, наша заморозка нам оброшлась всего лишь в 2 цента. Если мы заходим как пользователь, то заблокированный контент нам недоступен к просмотру. Ниже можем увидеть описание NFT, кем она была создана, стоимость на данный момент и предложение по покупке данной работы. Надеюсь, данное видео было для вас интересным и познавательным. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи, ваши любимые блонди! Продолжение следует...